всем добрый вечер мы с вами сегодня торжественно я надеюсь заканчиваем тему эволюции мы с вами прошлись по каким вопросам первая часть у нас было два занятия мы с вами занимались темой то на какие куски эволюции делятся и занимались с вами частью именно с вопроса насколько она может быть случайно вопросом проблематичности случайной эволюции потом мы с вами занялись шестью вопросами которые нужно которые нужно ответить чтобы понять синхронизируем синхронизабельно ли тора с этими возрастами в общем шесть вопросов на которые нужно ответить нам было это насколько сильны доказательства древности вселенной здесь мы ответили что ну сложно их обойти очень свет от звезд миллиарды лет 12 тысяч лет кольца деревьев и так далее в общем ряд таких вещей мы привели потом мы говорили с вами о том что считали наши мудрецы и о возрасте мира и здесь были такие мнения вплоть до того что 6 тысяч лет это только мнение одиночки что называется и приводили с вами например рабейну крескоса что весь мир это бесконечная последовательность постоянно совершенствующихся миров 974 поколения были до адама и так далее там было 42 тысячи лет и были цифры несколько раз повторялась дважды цифров 15 15 300 миллиардов лет среди древних мнений наш потом мы говорили с вами о возможности превращения одного вида в другой там было два мнения причем одно из них такой ближе к нам а второе древние что у нас называется ну в общем лет 800 назад ран который предполагал возможность превращения из вида в вид намного быстрее чем допустимо для сегодняшнего эволюциониста то есть он эволюционист скажем так более радикальный чем современный эволюционист затем мы занимались вопросом что считали наши мудрецы о возможности общего потомка и этот вопрос он больше будет затронут в шестом вопросе то есть там его больше расшифруем но в целом мы сказали идею о том что в шестом мы раскроем это полностью на что творение нечто из ничего было только один раз а дальше дальше была только переформатировка то есть переформатировалась то творение которое было до этого во что-то новое не было творения из ничего соответственно эволюцию сюда тоже может очень неплохо писаться пятый вопрос у нас который будет сегодня это мог ли человек произойти из другого вида и разные эмоциональные проблемы этические которые отсюда вытекают в смысле что я произошел от обезьяны это получается что может быть я не по образу бога и типа я я я не божественное животное и это может быть ну то есть в этом может быть есть какие-то такие философские дискомфорт скажем тогда кому-то может показаться и последний будет главный такой глобальный философский вопрос ухудшает или улучшает тору подход что бог создавал ну этот животный весь мир и человека посредством эволюции и здесь мы увидим такую как бы мировоззренческую базу которая может быть под этой темы ну в общем теперь у нас вопрос который мы занимаемся сегодня и так мог ли человек произойти от другого от другого вида снова напомните два анекдота до 1 анекдот что почему твой сын любит тебя больше чем меня это потому что мой считает что я на одном поколении ближе к богу от вы на одном поколении что-то ближе к обезьяне это был один анекдот 2 вы помните да что вот это вот умер раввин расскажи боже как ты сотворил вселенную он говорит ну там сингулярность большой взрыв ну и так далее там а биогенез рнк все такое он говорит ну там а человек ну как ну там эволюция там от обезьяны и в конце раввин как бы уже очень переживает поэтому всему поводу говорит ну как же в торе написано там шесть дней все такое и бог ему отвечает что ну сам подумай если бы ты был на синае как бы ты объяснил там безграмотным пастухам рабам детям всем слоям общества которые там были которые жили три с половиной тысячи лет назад и бронзовыми мечами бегали про кварк гулионную плазму днк естественный отбор и мы с вами занимались уже вопросом о том что тора говорит на языке людей это была отдельная тема я надеюсь мои уже закрыли вот и теперь к чему эти два взаимо исключаю взаимо ну да взаимо исключающих можно сказать притчи анекдота к тому что так ли унизительно что человек произошел от обезьяны то есть может быть какой-то вот дискомфортик такой внутренний да что что сами нет вот один из авторов которые когда ты читал он он писал книгу про эволюцию и им он говорит что он где-то там пишет что даже его мама говорит среагировала так что слушай ты можешь говорить что ты произошел от обезьяны на нём говорит что я произошел от обезьяны вот значит вопрос так ли унизительно да то есть есть такие истории тоже которые рассказывают например ну там кто-то какие-то цитаты такие видел что вот если бы увидели там такого то мудреца если бы там дарвин увидел вот такого то мудреца то у него бы даже мысли в голове там не закралось что он мог произойти от обезьяны в общем что как бы обезьяна это одно человек это другое связи никакой и это что-то принципиально другое творение то что мы сейчас увидим что человек это да принципиально другое творение но делает его принципиально другим не отличие от не не то что он не произошел от обезьяны или не то что в нем нету животной части а то что надстройка которая есть над этим его там то что в торе называется речь и сознание интеллект свобода выбора и так далее так вот насколько это унизительно давайте подумаем так человек произошел от обезьяны или допустим насколько это унизительно допустим если бы он произошел от собаки да вот если бы вон флан да чихуахуа били допустим мне бы рассказали что произошел от хуан в принципе это не очень было чихуахуа на принципе от чихуахуа в принципе наверное прикольнее произвести чем от обезьяны было бы либо например из лягушки да насколько это унизительно произойти или от червяка от глиста от гриба от травинки или например из грязи барабанная дробь который говорит что мы произошли из грязи то есть секундочку насколько должно быть унизительно то есть насколько я должен переживать когда мне говорят что произошел от обезьяны если в принципе прямом ну по простому в прямом тексте написано что произошел просто вот из грязи по которой обезьяны входят вот если чувствуете что проблема этическая во многом уже снимается плюс если брать слова мечны то каждый человек ну и мы в принципе это знаем я думаю в целом на опыте да происходит из зловонной капли то есть тот же самый человек про которого говорят что если бы его увидели то никогда бы не подумали что он произошел от обезьяны если так просто чуть вглядеться то сама тора говорит что а он произошел из грязи б непосредственно он произошел из неприятно пахнущей капли то есть видимо вообще не в этом фишка человека не в этом его суть как конкретно из кого он произошел теперь есть целый концепт в торе что человек происходит из животного мира и он животное но с определенной настройкой то есть это реально животное еще такая фраза красивая например рафсакс ее говорил несколько раз что человек это животное рассказывающее историю или это животное ищущее смысл такие всякие штуки вот что человек это животное плюс целим и луким плюс образ бога но животное душа в нем поторе она вот реально животное если вы знаете разбить и разбить и этой души да вот эти уровни души то там нефиш руах и не шамай вот это нефиш ее называют еще по-другому там нефиш бегемит например так чаще ну это нефт в тани но обычно так называется часто в тани у альтер-ребе это первый ребе хабада нефиш бегемит то есть это животное то есть ты животное в общем да на одном из своих уровней ты животное и ты хочешь так же есть спать господи прости как эти так далее в общем все то же самое у тебя все процессы происходят но один в один всякие там ну не будем ходить подробности в общем неприятный или приятно значит вот там все процессы там спаривания и так далее все чисто то есть ничем не отличается от животного вот эта вся часть теперь рамбан теперь пошли во мнение как бы конкретно это я обрисовал в общем концепт теперь конкретное мнение рамбан рамбан это примерно 1300 годы он говорит что вообще человек был создан из двуногого которые ничем качественнее качественно не отличалась от животного ну практически не знаю что может более как бы в лоб он говорит что было двуногое животное которое как бы выглядело как человек чтобы человек но это не человек то есть это чисто животное которое потом ему что-то прописали какой-то новый скрипт новую фичу ему добавили и он стал человек получается у него прямо прямым текстом что человек это животное с до штукой какой-то который делает его человек дальше медражды решит раба там раби и лазар говорит что то что написано что бог создал бог дух жизни а именно это второе написано нефиш хая и дальше написано животных по их видам то есть бог создал вот это нефиш хая ну как бы животную душу животных по их видам и дальше там идет текст такой что это написано и про человека право и про адам это написано то есть вот это животная душа которая тогда была создана это адам включен в то же самое животное то есть получается человек создан как животное вместе с животными то есть человек фактически был животным сначала. И это был процесс. Он не был создан сразу человеком. Был процесс постепенный превращения животного в человека. Дальше. Медраж Берешит Раба 14. До того, как человек получил душу, он был животным, там та же идея, что человек стал на Эфишхая. Раби Иуда говорит, что это значит, что у него был хвост. То есть отсюда он учится с той же фразой, что значит, что у человека был хвост. Бум. Был хвост. А потом Бог его убрал из уважения к человеку. Вот. То есть хвост был, хвост убрали. Когда человек стал человеком, префронтальную кору добавили хвост, то есть обмениваю хвост на префронтальную кору. Был примерно такой значит обмен биологический. Есть еще такой медраж, который отдельно мы обсуждать здесь не будем. Его можно очень интересно обсуждать, что это вообще может значить. Если его понимать, мы с вами много обсуждали, что многие мудрецы вообще не понимают все первую часть Торы. И вообще все шеи из ней творения они понимают небуквально, что это речь идет о концепциях, о началах математики. Все эти примеры мы разбирали. То есть если его понимать небуквально, то вообще все очень просто. И в принципе медраж часто небуквально. Но в общем медраж говорит, что Адам до Хавы он еще вступал в некоторое время в связь с животным. Вот. И в наше обсуждение здесь это входит тоже очень недурно. Но опять же, если мы берем вот Рамбома, там Рамбома Бор-Аль-Багу, что мы с вами обсуждали эти мнения, то Адам и Хавы это вообще не... То есть в первой главе Торы речь идет не о людях, а о сокровенных тайнах Торы, о концепциях, о сути человека. То есть нам как бы рассказывают теорию, скажем так. Базовые принципы, где Адам и Хавы это не люди, а идеи, ключевые качества людей, созданность по образу Бога и так далее. Дальше такой комментатор с Форно. Он говорит, что вот эта Нефиш Хая, она была создана, и это написано про животных. Про Адама тоже потом написано вот эта Нефиш Хая, животная душа. Те же самые слова. То есть получается, он создан как животное, а потом уже в него добавлен Целем и Луким, образ Бога, созданность по образу Бога. Нечто в него было вдуто, вдобавочно. То есть вначале возникла его животная заготовка, в которую позже добавили душу. И было это в разное время. То есть сначала было одно, сначала было животное, период, потом был то, что в него это добавили. Он жил в Италии за 300 лет до Дарвина. То есть Дарвину он тоже ничем не обязан. В общем, все эти люди, которых я привел выше, они вообще были не в курсе Дарвина, палеонтологии. И однако понимание Торы дало им вот такую вот идею, что человек базово и на нижнем своем уровне качественно от животного не отличается. У него есть те же агрессии, те же там гнев, я не знаю, что у него там, какие-то там желания материальные, нематериальные. Да? Голод. Голод, да. Ну то есть все тоже самое. Например, нервные, ты сейчас сказал про голод, я вспомнил, какие еще примеры есть. Например, нервные системы лобстеров и человек, они сходятся вообще очень сильно. Например, лобстер один, если он проигрывает другому, то он сдувается, у него начинается депрессия, он может много дней вообще потом ни с кем не драться. Если он сильно проигрывал много раз, то у него может вообще начать разъедаться и разлагаться мозг. Вот. А если ему вколоть то же самое, что и человеку серотонин, то он сразу распределяет плечи, включается энтузиазм, и он готов опять беречь вперед. То есть очень аналогичная нервная система, например. Аж не просто с обезьянами, с лобстерами. Лобстеры, в соответствии с затировками эволюции, они древнее, чем деревья. Окей, и теперь более современные. Вот, например, то, что говорит равнодель о сфорна. Он говорит, что выходит, что создание мыслящего человека было концом длительного, постепенного процесса из-за состояния животного. Несколько мнений есть, например, Веленский Гаон, Мальбим и так далее, что создадим человека. То есть когда Бог говорил, в той есть фраза, что давайте создадим человека, когда Бог собирается создать человека. И все задают вопрос, что значит, ну типа Бог все создавал, что значит создадим человека. Типа, let's create that thing. Кому он это говорит, если есть один Бог? Есть много вариантов. Есть варианты, что он сказал, что это землей вместе с землей создал. Есть, что он сказал это ангелам. Есть, что это он сказал самому человеку. То есть ты будешь моим партнером, я тебе делаю заготовку. А потом ты будешь партнером по созданию тебя совершенного. И будешь прокачивать себя всю жизнь. И раскрывать свой потенциал. Так вот, а есть еще один вариант, что это он сказал животным. То есть Бог брал как бы животную энергию и животные заготовки и животную как бы базу, из которой он потом создал человека. Это, например, Веленский Гоу. И более того, еще интереснее такое наблюдение, оно есть у Абарбанеля. Абарбанель это 14-й, наверное, век. Он был финансовым министром за свою жизнь трех стран. Сначала Испании, потом еще где-то и потом в Италии. То есть он управлял финансами целых, аж трех стран за свою жизнь. И написал огромные комментарии на Тор, очень много, на очень большие куски Танаха. Человек в венестворения, священное создание, священная корова, совершенно отличное от всего остального. Это мы видим, понятно. То есть мы сильно отличаемся. Цивилизация, пришление, книжки читаем умные, что-то про религию разговариваем. Но они задают такой вопрос, что почему, то есть мы кайфуем от музыки, нам может не нравится Бах, нравится Бетховен. Он задает такой вопрос, почему же вот это замечательное, прекрасное, чудесное творение, почему оно не создано в отдельный день? То есть в Торе идет материя такая базовая, она создана в один день. Какие-то земля, вода, неживое. Потом растительный день. А потом, когда идет животный день, человек не создан отдельно от животного дня, он создан в животный день. Мы уже с вами говорили, что дни не дни, а периоды. И вообще не периоды, вообще вопрос, были ли эти периоды и шесть дней. В общем, это все мы с вами обсуждали. Но что человек вот в этих упаковках, которыми Бог нам рассказал, как он мир творил, которые он назвал словом «йом», человек создан в том же контейнере, что и животное. Но если ты такое вот неживотное, то почему человек не создан в другой день, если это вот такое вот прямо по умолчанию венец творения? И Абарбанель отвечает на это очень интересно. То есть это очень интересный вопрос сразу. То есть он как бы опускает человека до животного в каком-то плане в его базовой прошивке и душе нижней. Абарбанель цитирует царя Соломона и говорит, там есть такая цитата, «отличия между человеком нет». И как он это объясняет, как он это комментирует, он говорит, почему для человека нет отдельного дня, потому что человек – это животное. А человеческое достигается им самим через выборы поступки, если он воспользуется своей человеческой душой по назначению. Если он не будет пользоваться ей по назначению, будет человеком по умолчанию. Таким вот, такое быдло строится, ну в общем, не важно откуда. В общем, скажем, это останется быдлом, да? А быдлом остаться легко, и для этого усилий не нужно. Он будет просто есть, спать и удовлетворять базовые какие-то, пару нижних уровней масла, а-ля там пожрать и безопасность, и поспариваться чуть-чуть тут и там. Вот, то тогда он остается просто скотиной, которая еще может сотрясать воздух ртом, не очень осознавая, что оно говорит. Вот, то есть примерно такая картина. Также говорит Рамбом. И то есть это все достигает, почему еще раз человек создан в тот же день с животными, потому что он по умолчанию животное, а дальше все, что он делает человеческое, и вот этот целем элуким, созданность по образу Бога, это свой потенциал он достает сам. Это уже он сам создает, вытаскивает этот потенциал у себя в него заложенный. То есть духовную душу эту, он за нее в ответе уже сам. Рамбом, например, говорит, что человек без развитого вот этого целем, созданность по образу Бога, в его контексте он имеет в виду именно развитость интеллекта. Это животное в человеческом обличии, он говорит. И есть такие цитаты, один Гаон, Йосеф, Гаон, затрудняюсь третье слово сказать, оно было у меня на английском. В общем, он приводит пруф из книги Йова, там написана тоже такая цитата, что человек рожден диким животным. И в Талмуде написано, кстати, вот мне прям надо дописать для себя, что значит ребенок дикий осленок. Ну да, спать есть и все такое. Значит, я думаю, эту тему мы закрыли. Какую тему мы закрыли? Мог ли человек произойти из другого вида? Ну, к этому доводов весьма много, что человек именно так и происходил, что была сначала заготовка, животная заготовка. И в духовном плане, что его нижняя душа, она животная, она у нас, в философии она прям вот животная, реально животная. То есть человек это дву-диалектическая, дихотомическая, двусоставная штука. Всадник и лошадь. Можно тоже сюда записать. Всадник и лошадь. Вот, и насколько у тебя будет всадник, уже зависит от тебя. Ты его как бы сам создаешь. Вопрос, который здесь нужно закрыть небольшой еще, это когда человек был создан. То есть, если, допустим, вопрос, нужно ли вообще придерживаться, ну, то есть, насколько мы обязаны придерживаться того, что все же первый некоторый человек был, из которого произошли общий потомок, что общий потомок людей, вот как бы, вот этот homo sapiens, вот эта заготовка, из которой произошли потом люди, она была, получается, 6 тысяч лет назад, допустим, если да. Ну, момент первый, мы уже с вами говорили, который идет немножко вразрез с этим, это то, что было 974 поколения до Адама. Это еще минимум, по самым стромным подсчетам, 20 тысяч лет. Равлившица, которого мы с вами цитировали уже, это что, ну, он так говорил, что это вполне объясняет там кости древних людей и все такое. Потом есть такой Рав Каплан, он говорит, что Адам – это человек, созданный в самом последнем цикле вот этих 974 поколений. Вот, и теперь вопрос, ну, вот написано, допустим, если мы все же хотим сказать, да, там, что 5700, и Адам, он вот был в тот момент. На это самый простой путь ответить, это то, как на это отвечает равнодель, и это из Торы он показывает очень ясно. Например, в Торе написано что? В Торе написано, что Бог создал Адама, да? А потом написано, что Адам – это вообще не Адам, это Адам – это мужчина и женщина вместе. То есть получается, что Адам – это уже не один человек, а два человека. А потом, когда потоп, там написано, говорит Бог, что сотру человека Адама из-под неба, ну, из-под неба или там из-под солнца, я не помню конкретно. В общем, там тоже использовано слово Адам. И кого стирают в итоге практически, ну, там, все человечество, или, как мы с вами уже обсуждали, какой-то определенный кусок населения. Вот, и тогда у нас получается, что Адам – слово, оно такое же, как в английском есть слова, у которых нет множественного числа. То есть нету Адамот, Адамим, нет такого. Есть просто Адам, есть только единственное. И оно может, как в этом английском, как эти английские примеры, может, если сейчас кто-то вспомнит на ходу, в общем, что одно и то же слово, оно может обозначать зависимость от контекста, единственное множественное число. И в том контексте слово Адам, оно обозначает вообще все человечество сразу. И тогда то, что дальше написано в Торе, вот родословное Адама, это нам становится намного более понятнее, что это обозначает, ну, там переселяются дальше поколения какие-то, что это родословное человечество. вот то есть получается что тогда можно сказать что бог говорил не создадим человека создадим человечество и адам опять же как мы уже говорили по рамбому это все аллегория несущая глубокие внутренние смыслы и как бы ядровой код вселенной и ядровой код человек и тогда в принципе тоже вопросы с его ну то есть с какой-то лак попытками локализации хронологически адама они отпадают окей я думаю с этим мы закончили и того подведем вывод я думаю что идея того что мы произошли от животного на смущать не должна и совершенно не должна унижать потому что не в этом как говорит царь шломо в конце своей книги куэлит что ну это как один из примеров да бога бойся заповеди его соблюдай бы в этом весь человек то есть суть человека это в его божественной душе его надстройки в его вот в этой высшей прошивке но при этом произойденность от животного она была констатирована множеством наших мудрецов их эта идея никак не конфузила не фрустрировала и не смущал и слово адам может значить человечество тогда это снимает вопрос доп вопрос с датировками мы с вами обсуждали глобально датировки до древние это снимает доп вопрос датировкой первого человека ну первого общего предка всех людей окей и наконец последний вопрос который у нас есть сколько минут 20 самый такой глобальный и серьезный наверное ухудшает или улучшает тору подход бог создавал посредством эволюции то есть это делает тору то есть это наоборот как бы усиливает ее концепции или как-то наоборот вот должно конфузить доказательства первого зарождения как мы с вами говорили очень сомнительно для самих ученых то есть я вам цитировал например new york times где до что лучшие усилия всех химиков реконструировать молекулы в лаборатории показали только что это единственное что они показали это что эта проблема просто зашкаливающей сложности то есть вопросы в принципе о вот этих трех ключевых точках да там взрыв материи взрыв жизни взрыв сознания они в принципе особо не стоят и то есть в этом их божественное происхождение ну то здесь спорить особо не приходится теперь идея что бог творил живое в принципе создал живое только один раз она очень неплохо подтверждается словами тора мы с вами это вот то что затронули в четвертом вопросе слова в бара это создать что-то из ничего а я царь который используется после это переформатировать из прошлого в новое и масса комментаторов говорят что она то есть что вот это вот брия что створение чего-то из ничего оно было только один раз подробнее тоже сейчас чуть чуть позже мы это обсудим об этом мы в основном все будем говорить теперь здесь затронуть стоит одну тему такая со звездочкой в научных кругах есть две школы точнее не в научных есть здесь тоже очень важно разделять есть как бы наука и техники и технологии ее побочные эффекты а есть философия наук вот философии науки есть два подхода один подход это говорит что шанс жизни появится самой был фактически нулевой это например жак манон и это бы вроде бы звучит как комфортнее да в соответствии с тем что мы говорили в первой в первой части то есть соответственно ну то есть там вероятность мы говорили да там 10 в минус семьдесят девятый сто сорок девятый в общем что эти гены они но не не складываются что это что библиотека не образуется от взрыва на чернильной фабрике вот и что то есть шанс сложить такую сложную систему случайно он ну невозможный и соответственно ну то есть сюда бог входит очень легко есть второй подход что жизнь это продукт детерминированных сил то есть что эта жизнь должна была появиться это просто ну то есть все так запрограммирована и все так создана что это просто безысходно что она была должна появиться это например крестьян дедюв так его зовут вопрос какой-то из этих подходов проблема ли для нас ну вопрос конечно больше про второе жизнь она просто вот сама появилась соответственно вроде бы это вырезает бога из картины и тогда как это говорил кто-то там наполеону или ну в общем ряд людей так говорили что вот этот бог что мы не нуждаемся в этой гипотезе наличие бога дело в том что ни один из этих подходов ни что жизнь не могла появиться вообще никак это чудо что она появилась ни что она обязана была появиться это просто неизбежно просто вот природа такая для нас не проблема потому что это это прямо напрямую идеи двух праздников которые у нас сейчас будут сначала будет ханук а потом пурием так вот пурием давайте с чего мы начнем с пурием вот да правильно вот пурием это где цепь случайности сложилось так что в конце концов мы все в шоке и видим то есть сначала все случайно потом ты дочитываешь до конца предложения понимаешь насколько все она сложа сложена специально вот эта история пурима и в итоге мы видим что все события которые были не случайны и это бог действующий через вот эти не как бы стечение случайности которые ты постфактум видишь что оно нереально то есть они как бы выглядят как случайность но нереально нереально чтобы случайно само сложилось это идея пурима а вторая это ханука это там идея в том что который можно долго там ну в общем отдельно да то что рабе ханина бендоса что там у его дочери загорелся она подожгла уксус уксус не горит а у нее загорелся этот уксус на шаббатные свечи вот эта вот история есть в общем идея хануки она такая что природа запрограммирована и она управляется богом и он сделал так чтобы свечи горели восемь дней и так же он мог запрограммировать и жизнь появиться то есть это получается бог делающий появление жизни неизбежно то есть ни тот ни другой из подходов для нас проблемой не будут ну теперь наконец две сильные концепции в такие глобально философские но не философские мировоззренческие в тему эволюции эти две концепции можно назвать постепенность и трансформация постепенность это значит что между творениями и видами всей последовательностью творений и все как бог творит в принципе нет и не может быть разрывов и все эти не может быть гепс и должны быть плавные переходы и только таким может быть совершенное творение должно быть постепенное перетекание из одного в другое именно так совершенный бог и творит мир а не то что он создал бац то есть чудо неживое потом он такой но она сама не работает он такой мол а ну-ка создам еще растительное ему приходится опять заново из ничего создавать растительное а потом животное потом человек это тема постепенности и потом будет тема трансформации то есть эта идея что следующие уровни появлялись из трансформации предыдущих и не было больше ни разу творение из ничего только одно переходило из другого в общем тема постепенности что нету разрывов и все связано промежуточными рабби йосеф альбо 14 век это сколько там я забыл год жизни дарвина не обязательно что 1800 сколько-то там в середине 1800 в общем получается за там три века до дарвина он говорит четыре он говорит так что слои творения они не отдельные неживое растение и так далее это не отдельные категории они плавно связаны и он эту идею подтверждает крайне интересно он еще поэтому бог в природе он сделал так что есть промежуточные между но еще раз четыре уровня неживое растение животное человек сознанию то он города что мы могли подумали уже четыре возможном как бы несвязанных вещей он говорит нет бога не так он постепенно все это делал например по этому municipal коралл коралл это промежуточное говорит он между неживым растением посмотрите коралл это такое как бы как бы камень но он как бы растет до что-то такое то есть это как бы Gottes живое, но оно как бы такое не растение, но как бы и растение. Такое же с какими-то плюшками от растения. Потом он говорит, есть точно так, да, следующий уровень, это сюда, например, следующий автор, это Мальбем, он здесь напишет полип или морская губка. В общем, я так понимаю, это штука, которая такая прикреплена, которая уже животное, да, живое, но оно прикреплено к месту, оно не передвигается. Это такая гибрид между растением и животным, то есть есть переходные стадии, промежуточные между растением и животным. И теперь барабанная дробь, кем он пишет промежуточным между животным и человеком? Попробуйте угадайте. Обезьяна, 14 век. Вот, и цитируя его частично, Мальбем, это комментатор, который родился в один год с Дарвином и умер, by the way, в Киеве. Он говорит еще подробнее, он говорит, есть такая штука, великая цепь творения. Он говорит, что творение прогрессировало от уровня к уровню. Все, что пришло раньше, было подготовкой к тому, что пришло позже. Бог не создавал абсолютно новые творения. То есть растение, это не инопланетянин по отношению к неживой материи. Растение – это неживая материя, у которой есть дополнительные надстройки, то есть дополнительные плюшки, что оно может, то есть это как бы и неживые атомы там те же самые, да, атомы материальные. Но там есть дополнительные какие-то надстройки, растительная душа, которая, в общем, и всякие растительные механизмы и так далее, которые дают расти. Потом это самое животное, это дополнительная штука, что оно там уже передвигается, по-другому размножается. И человек – это точно такое же дополнение. То есть это слово такими наслоениями, как торт. Это не как бы отдельные вещи. То есть каждое следующее творение базируется концептуально на предыдущем творении. То есть получается, что эти авторы стирают границы видов и говорят про вывод следующего на базе более простого прошлого. В отличие от того, что некоторые думают, что должны быть какие-то жесткие границы, они говорят, что это наоборот делает творение рваным, негармоничным, небожественным, и Бог так не делает. Это было бы очень некрасиво. И мы видим, что они стремились сгладить различия этих видов и сделать плавность переходов. Вы настаивали на постепенности. И логично предположить, что та же логика должна быть у них и внутри видов, особей. То есть можно предположить вполне. То, что ведь если цель – постепенность, и идея в том, что творение должно быть нерваным и постепенным, это значит, что оно должно быть таким, ну, ты зум делаешь, оно как бы, я Бог совершенный, ты делаешь зум как бы до самого конца, оно на самом микроуровне, микромутации, оно тоже должно быть постепенным. Иначе это, ну, иначе получается, что оно уже рваное, иначе концепция уже не работает. Вот. И добавочки в эту тему. Рамбл, например, говорит, что мир находится весь в духовной эволюции, ну, то есть в духовной постепенной, ну, то есть что есть, в общем, паттерн постепенного развития, которым всем управляет в мире. И барабанная тропа, он говорит, что даже животные физические, то есть он говорит, при рассмотрении божественных деяний и процессов природы, мы получаем представление о благоразумии и мудрости Бога, проявленных в сотворении животных, с постепенным развитием движения их конечностей, относительного положения, в общем, да, то есть, в чем отличается одно животное от другое и так далее, как оно развивается в течение жизни. И видим также его божественную мудрость и план в последовательном и постепенном развитии всего состояния, ну, как бы, состояния каждого человека. И говорит он, многие предписания нашего закона являются результатом аналогичной идеи, принятого одним и тем же высшим существом, а именно невозможно вдруг перейти из одной крайности в другую. То есть он говорит, что все творение идет постепенно, невозможно перейти из одной крайности в другую. Теперь было бы очень логично и целостно, если бы этот концепт паттерн Бога на весь мир постепенность, он бы применялся и на физическую сторону. Иначе это не паттерн Бога, и, ну, Бог, получается, не очень последовательен в своем творении. И последняя добавочка в эту, ну, вот, в тему постепенности, об этом, что пишет Рав Пук. Он говорит, что эволюционные теории не заходят людям, которые привыкли думать, как привыкли не думать. То есть они привыкли думать, как привыкли. Черно-бело, по стандартным и старым путям. И не так у тех, кто хорошо продумывает вещи и давно видели принцип постепенности развития во всех глубочайших духовных структурах мира, внутри человека, во всех материальных процессах, и процессах исторических, и процессах всего мира. И им совсем несложно применить этот принцип и на физический мир, когда каждая более сложная образовывалась от более простого, более очень плавно, без внезапных и нелогичных разрывов. Напротив, таким людям этот подход делает картину мира, только более целостный, снимает проблемы, а не добавляет. Это Рав Куб. И теперь мы идем с вами, еще подведем итог. В общем, все шло постепенно, и это было бы намного более совершенно и логично, что Бог, Он творил мир плавно, без панических приступов и панических атак. И вторая тема, которую я сейчас хотел вам сказать, что мы обсудим, это трансформация. То есть, это идея, что следующие уровни появились из предыдущих, а не, что называется, экс-нихило, из from nowhere, from scratch. Значит, многие авторитеты, они говорят, что вот это творение из ничего, оно было только один раз в истории, и получается, они минимизируют, ну, авторитеты в смысле, авторитеты, это авторитеты в смысле нашей мудрецы, они минимизируют чудеса творения, блин, запутался, минимизируют, что? Количество творений из ничего до одного. Здесь вопрос простой. Какой Бог более совершенен? Который создал самоподдерживающее, самосоздающее, самопрогрессирующее творение, он вложил внутрь его населяющих все скрипты, чтобы создать все дальше? Или тот Бог, которому нужно каждый баг залезать внутрь этого творения и фиксить лично? Какой из этих Богов более совершенен? Мудрецы, видимо, однозначно считали, что первый. И, ну, мне кажется, это вполне логично. То есть, если бы вот этот компьютер, да, у меня включен, я бы не мог на нем сделать ничего сам, и каждая вещь, чтобы работала, должен был бы сидеть рядом какой-то мужичок, а мне все время какие-то дополнительные скрипты писать, что-то мне помогает, да. То это очевидно, что продукт, он, ну, такой галимый, галимый продукт, не MacBook получил себе. То же самое, что круче, да, создать, я не знаю, долго сколачивать там карету или вот эту первую тачку, да, которую они там делали на бензине там или на пару, или я не знаю, на чем ее делали, в общем. Или сделать конвейер, который сам создает машины. То есть, очевидно, что автоматизированная самостоятельно рабочая система это намного более совершенное творение, чем которое нужно постоянно фиксить и которое ничего само не может. Так вот, Бог по этой логике создал один раз штуку, которая может модифицироваться. И это говорит о Боге намного лучше. То есть, если Бог, он полное совершенство, то это ему соответствует намного больше, чем он создавал там каждый вид отдельно, каждый животный отдельно. Он создал один мега такой вид, мега заготовку, в которой она была простая, но в генетике в ее была вложена вся возможность вариаций, которая потом со временем выросла в дерево. Так вот, что это за люди, которые говорят, что за еврейские мудрецы, которые говорят про только один раз? Творение было из ничего. Так говорит Ран. Он говорит, что все истинные комментарии сошлись во мнении, что пасук берешит, значит, что в нем была создана универсальная субстанция, объединяющая в себе все, что было позже. И так же, по-моему, говорит Рамбам, если я не ошибаюсь. Так как Бог собирался продолжать творение в соответствии с естественной реальностью, а не творить каждый раз каждую вещь из ничего, поскольку можно было сотворить субстанцию, объединяющую в себе все остальное, и создавать даже две вещи из ничего было бы совершенно бесполезно. Это то, что говорит Ран. Абербанель, которого я вам уже цитировал, он цитирует это мнение и говорит, что Бог минимизировал творение из ничего до одного раза, и в первый день были созданы отцы, ну, а вот, да, то есть первоначальные штуки, некоторые принципы, ну, или какие-то базовые формы, виды, духовные концепции и так далее. А потом из них уже, только из них, вытягивались и выращивались, и появлялись все потомки. Вот, то есть то, что похоже, ну, в общем, трава, лев и так далее, оно шло постепенно через промежуточные стадии. То есть все следующее само появлялось из предыдущей стадии, без чудесных творений, из ничего, без разрыва, без скачков и плавно. И Мальбим, которого я вам тоже уже сегодня упоминал, который родился в один год с Дарвином, а умер в Киеве, он говорит, что более продвинутые творения, они включают, ну, как бы на умном современном языке, инкорпорируют в себя предыдущие, инкорпорируют в себя в более совершенной форме то, что было в более простых. То есть растения, ну, это то, что я вам говорил, просто вот здесь цитаты, я забыл, что я сюда вставил. То есть растение – это неживое плюс вегетативное, животное – это растение плюс питание и рост. Ну, и, дождите, животное – это растение, то есть питание плюс рост и плюс к этому движение. Человек – это животное плюс интеллект. И все созданное в определенный день было включено в себя на следующий, и к нему было что-то еще проапдейчено и добавлено. Вот, здесь мы цитировали с вами комментаторов, которые жили иногда за 8-9 веков до возникновения эволюции. Они не подстраивались под чью-то теорию, они сказали это сами. То есть это не было даже реакцией на, это было задолго до. Итак, вывод из этого пункта, из последнего – ухудшает или улучшает, как бы делает ли проблемы Торы, портит ли погоду и запах в комнате. Эволюция для Торы. И здесь получается, что эволюция очень неплохо вписывается или даже очень хорошо вписывается в ряд глубоких философских концепций наших мудрецов. И скорее делает Тору намного более стройный, понятный, гармоничный и плавный, и делает Бога более совершенным. То есть творение Бога более совершенным. То есть совершенный Бог, он делал творение постепенно и плавно, без резких рывков, и он создал творение, которое трансформируется и может себя репродукцировать само. И оно настолько хорошо, что оно само продолжает развиваться дальше. Ему не нужно на каждую секунду, просто чтобы ты двинул ногой, ему нужно пофиксить твою ногу и лично внедряться, чтобы ты смог ходить. То есть оно само умеет фиксить баги и как-то продвигаться дальше. И, соответственно, это творение более совершенное, чем то, в которое нужно все время ему костыли какие-то подставлять. И это намного больше соответствует концепции совершенного Бога, его творение должно быть в определенной мере совершенным. Это был вывод из этого пункта. Ну а теперь давайте что мы сделаем? Давайте мы подведем итог подо всем этим курсом. Мне кажется, мы вписались в 4, наверное, в 5 занятий. Видео, порезанное на больше кусков. То есть это видео, наверное, штук 7. По логически я их делил иногда. Вот. Итоги у нас получаются такие, что, конечно, тот, кто хочет, может воевать с концептом происхождения из вида в вид, ему может не нравиться концепция, что он произошел от обезьяны, или что они говорят, что это все произошло случайно, и так далее. По каким-то причинам он может с этим воевать, и воевать с возрастами, и, ну, в общем, с чем угодно с этим может воевать. Тогда он будет воевать и с рядом концепцией Торы, и с рядом утверждений наших мудрецов, с массой мнений об огромных возрастах Вселенной, минимум с двумя мнениями о превращении одного вида в другое без проблем и еще больше, чем, еще быстрее, чем у современных эволюционистов, с рядом мнений про идею постепенности и что творение из ничего было только одноразово, а дальше творение как-то само себя репродуцировало. То есть все, что было дальше, оно было заложено в этой же первой субстанции, которая была изначально, и дальше она просто уже, то есть в ней было заложено все гены, весь потенциал, чтобы вырасти именно в то, во что Бог хотел, чтобы она выросла. Но если даже такую войнушку вести, то если даже этот человек вдруг победит, то он ничего не выиграет, и эта войнушка, она не обязательно, как я вам приводил Рав Каменецкого или Карлинского Рэбби, или Рав Наделя, что с этими возрастами или этими концепциями никаких проблем нет. Что евреям, да, неприемлемо, и мы это закрыли с вами с самого начала, это случайная эволюция. То есть нам проблематично не эволюция, а ту философию случайности, которую пытались с помощью нее двигать с 19 века. Да, что если бы Дарвин не придумали эволюцию, то придумали бы Дарвина. Вот, эволюция делится на ряд частей, и есть совершенно отдельные темы, общий потомок. Это одна тема, как этот механизм происходит, другая тема, и философски, как это происходит, что это обозначает, это третья тема. Вот единственное, с чем у нас есть проблема, это как бы концептуально это происходит. Так вот, случайно, и то, что это не направлено, вот с этим проблема. И в первом занятии мы как раз с вами разбивали в пух и прах эту идею, что это могло произойти случайно, но это просто математически невозможно, это мы с вами показали. Ну, и логически это очень проблематично. В общем, с этим мы сразу разобрались. В общем, вывод, если одной фразой, или там парочкой фраз, не говори случайно эволюция, говори Бог создал. Как нам ни вариант эволюции, ни вариант в несколько тысяч лет, никаких особо для еврейской мысли проблем не составит. Вот, в принципе, итог. Под конец хочу, наверное, сейчас вот залезть, теперь посмотреть, что были за вопросы от Регины. От Регины были вопросы, на один мы уже отвечали про что? Про то, насколько доказательства этого бульона они вейли. Там я говорил, что в этих теориях штук 6-7 вы легко их можете найти. То есть они спорят все друг на друга, плюс есть масса научных, авторитетных источников, которые говорят, что проблема не решена прямо от слова совсем. Потом был следующий вопрос, это датировки по изотопам углеводородов. Это же давно, про это мы сказали, но что, ну да, давно. Скорее всего, давно. И, в принципе, проблем с этим у нас тоже не сильно возникает. Это был наш первый вопрос из шести. Также тут был вопрос, интересно, были ли мы созданы уже гомо-сапиенс, потому что откуда тогда скелеты неандертальцев и других древних людей? Мне кажется, это мы затронули много раз. В общем, и возраста, и скелеты, и поколения до, и равлившисть. Поэтому, например, говорили Тиферит Исраэль. Земля уже была создана с рифами, известняком и нефтью. Ну, такие, ну, как бы, в той концепции, по которой я сейчас рассказывал в конце, ну, такие гипотезы совершенно необязательны. Если Ганеден был в районе Израиля, то почему говорят, что люди происходят из Африки? Есть, в общем, в том концепте, в котором я рассказывал, Рамбам, Ральбаг, кто там еще есть, по-моему, Шемтов, и еще ряд тех, кого я цитировал, вот приуроченные к этому лекции. По ним, еще раз, Ганеден, это, ну, мы с вами это все разобрали подробно, это как начало математики, начальный код, базовые принципы, как процессор сейчас работает одновременно своим экраном, он не хронологический раньше, он принципиально глубже. Вот. И тогда, если Ганеден это концепция и идея, и духовная, то есть это теория и духовная обрисовка всех идей, то тогда вопросы о его локализации не стоят, это тогда, ну, то есть Ганеден это состояние, а не, скажем, структура, иерархия и так далее, а не локально какое-то место, которое где-то конкретно было. Ну вот, я думаю, что с этими вопросами мы завершили. В общем, мы с вами, давайте какой-то финальный такой итог подведем какой-то под этим всем. Мы с вами сначала разваливали случайность в эволюции, что молекулы бились, бились сами друг друга об друг об друга и в люди выбились. Приводили с вами массу цитат ученых про то, что это не могло быть случайным. Говорили про три критические точки, которые я сегодня уже упоминал, в которых у науки нет вообще никакого, ну, то есть там теорий по от пяти до десяти по этим темам есть разных теорий, которые все друг друга опровергают в пух и прах. Говорили о том, как куски молекул одни любят поесть, другие поспать, что этот стул состоит из тех же атомов, что и я, но я почему-то считаю, что это я. Говорили с вами, у нас был длинный список, в общем, аргументы про науку общие, длинный список, помните, про всякие маскировки, про то, могли ли виды превращаться друг в друга случайно, про всякие сложные органы, про то, что есть вот эта проблема интеллектуал дизайн, как это irreducible комплексити, невозможнабельно, что не, в общем, как это перевести, боже. В общем, сложность не, короче, когда у тебя есть мышеловка, я на примере объясню, когда у тебя есть мышеловка, и мышеловка не работает, пока у тебя нету и подставки, и закрепа для вот этой закрывающейся штуки, и той штуки, которая ее вот так вот задерживает, держит до хлопка, и той штуки, куда будет зацеплена вот эта штука, которая держит эту железку, которая бьет по мышке. В общем, у тебя система не работает, пока нету всех составляющих. Irreducible комплексити. Вот, и есть масса органов, которые устроены именно так, то есть, если в рамках эволюционной теории каждая следующая микромутация должна быть полезной, а есть масса органов, которые так объяснить просто невозможно, и один из них, который мы приводили, это вот этот мотор, и, помните, вам показывал лукбактерии, что, в общем, эволюционно невозможно объяснить практически, как они произошли. Мы говорили там, да, про то, про какие-то там миллиарды пикселей в человеческом глазу и так далее, про сколько длина линии цепочки ДНК человечества и про то, кто пророки, и что нам по-любому нужно верить, что они есть, только эволюционистам приходится верить, что там пророк это крабы и какие-то свиноногие бенедикты и бендикуты и мадагаскарские присосконоги и в миллиардных количествах, а мы верим, что это просто были определенные люди. И потом мы с вами прошли шесть вопросов, которые я сейчас уже повторять не буду, потому что мы их повторили в самом начале. Всем большое спасибо за внимание. Этот курс был таргетирован на людей, понятно, в первую очередь которым, может быть, вызывал некоторый конфуз или фрустрацию синхронизация эволюции стор и что она может быть, она может влить какой-то деготь в нашу бочку сладкого еврейского меда. Или как-то подпортить нам настроение. В принципе, задача была только в этом и я думаю, что мы полностью разобрались с темой, что вопросом нам, что проблемой для нас является концепция случайности, это то, что однозначно проблема. И все остальные вопросы, я надеюсь, что у кого они были, мы сняли. Если они еще есть, то задаем, но, наверное, уже в группу или мне в личку, потому что времени уже мы вышли за временные рамки. Всем большое спасибо за внимание, надеюсь, было интересно. Да, супер.